добрый день мои дорогие зрители и гости канала с вами таша муляры вы на моем канале жизнь без дублей ну что будем с вами продолжать готовиться к новому году и украшать наш двор надеюсь что в сегодняшнем видео вам придутся по душе какие-то мои идеи какие-то варианты декора декор я свой буду основывать на использовании природных доступных материалов это у меня рядом лес соответственно будем оттуда брать ветки еловые и обычные я уже сходить нарвала шиповника ну кто смотрел мои вчерашние видео видел как мы красиво вместе с вами украсили с помощью как раз таких же подручных материалов до использовали березовые поленья шиповник который растет у меня рядом в лесу еловые ветки вот кстати некоторые посоветовали мне позолотить спреем шишки что я и сделала сегодня с утра и конечно это очень украсила шишки все новогодние елочные игрушки которые я использую я приобрела на днях в магазине фикс прайс ну то есть это такие такой дешевый доступные и интересный вариант декора который каждый из вас может воплотить у себя в загородном доме ну или даже в квартире если у вас есть где взять березовые полежки посмотрите какие получились симпатичные композиции которые навевают новогоднее настроение и также мы с вами украшали вчера крыльцо кто не видел это видео ссылочку вам даю вот надо гирлянду включить минуточку так будет наверное посимпатичней и так как я за единое образие в дизайне да и если мы уже с вами стали использовать березовые поленья то будем так и продолжать здесь я подготовила уже материалы сходила за елками за шиповником вот как раз у меня еще игрушки которые я покупала фикс прайсе и некоторые новогодний декор который у меня сохранился с прошлого года также буду использовать вот такую серебристую синтетическую веревку я вот я обычно перевязываю подарки и отправки моих украшений в подарочных коробочках которые у меня есть парана понадобится мне крючочки и я подобрала корзинки в которых у меня летом росли цветы это корзинки языке тоже планирую их декорировать сегодня будем украшать крыльцо бани по которому у нас вьется виноград и рядом у нас стоит лестница который у нас ранее стояла в доме но вы знаете что мы полгода занимаемся обустройством нашего дома демонтировали старую лестницу и ее часть я переставила пока во двор летом у меня на ней стояли горшки с цветами а сейчас мы украсим ее также поленьями и корзинками на крыльце где вьется виноград ну вот так вот сверху повесим бревнышко от него спустим композиции из новогодних шариков может быть из шиповника ну в общем посмотрим как у нас в процессе на фантазируется ну что давайте приступим первым делом создан как бы основу композиции разложу полень я посмотрю пока не тут помещаются поскольку у меня дом деревенского вида и типа то мне кажется как раз вот использование натуральных материалов которые подчеркивают аутентичность дома и в данном случае старые бани которая завида завито ветками винограда как раз очень хорошо я даже стараюсь использовать достаточно мало мишуры каких-то синтетических материалов но стараясь получить желаемый результат из подручных средств я выложила основу будущей композиции смотрите подобрала полежки которые подходят по размеру на полке расставила предварительно корзинки как они будут выглядеть уже с декором и сложила рядом небольшую поленицу для того чтобы как бы логически увязать поленьев наличие поленьев на лестнице после вчерашнего видео к которым я как раз показывала декор крыльца очень многим понравилась идея с поленьями я правда там оговорилась назвала их бревнами вот конечно поленье идея с поленьями понравилась очень многим и многим создала новогоднее настроение вы подхватили эту идею и даже сегодня некоторые в личку прислали мне свои задумки поделились тем что уже побежали во двор складывать поленья правильно потому что мне кажется что сама природа рождает идеи для нашего дизайна тем более это происходит в загородном доме во дворе и у вас рядом есть лес то практически все для того чтобы творить и создавать этот новогодний декор точно так же как и весенней пасхальной весной да а вы помните что этой весной у меня были выпуски вот тоже на них ссылка где мы с вами создавали пасхальные венки пасхально декор где с поленьями родилась связи с тем что ну мы вот поздно в этом году заказали дрова мне их только привезли мы их еще тут сыном раскладываем и у меня соответственно вот еще двор этих дров и действительно они так красиво выглядят с мхом береза и береза она в бело-серой гамме как и мой дом и в конечно прекрасно сочетается с елкой и с красным рождественским цветом и настроением вот поэтому я и стала делать свой декор на основе поленьев ну что же давайте продолжим теперь а создадим композиции в корзинках и украсим нашу лестницу а то как обычно у меня всегда вечереет когда я начинаю что-то делать видите уже начинает темнеть корзинки конечно было бы правильнее сделать чтобы в корзинках например была земля да она была мягкая мы бы в нее воткнули эти ветки но поскольку так получилось умная мысля приходит опосле я не предполагал что я буду так использовать корзинки у меня сейчас минус 10 земли мне взять сами понимаете негде поэтому закреплять ветки в корзинке я буду с помощью камня возьму какой-нибудь кирпичик соответственно сейчас вот заложу туда ветки и потом сверху камнем придавлю я буду использовать те же цвета что у меня сейчас получились и в остальных местах во дворе то есть у меня будут вот еловые ветки сейчас я их перекусываю и превращаю небольшого размера фрагменты мне нужны вот так укладывать чтобы немножко свисали из корзинки и собираюсь сделать асимметрию здесь на одну сторону там на другую сторону в общем вот как как-то так используя их конечно того чтобы появилось настроение праздника нужно в первую очередь этот праздник себе самим создавать но тем более что я считаю что новый год это знаете такой праздник традиции вот пока ты все это не украсишь пока ты сам себе не создашь у тебя этот праздник не появится никто вам его не сделает понимаете не магазина с витринами не знаю родственники коллеги по работе пока вы себе сами не создадите настроение да и не настройтесь а на этот праздник его и не будет хотя многие могут меня парировать и сказать что им это может быть вообще не нужно но как на свете без любви прожить точно так же без праздника прожить не очень поэтому давайте с вами вместе трудиться и создавать себе настроение праздника надеюсь что моё видео этому поспособствует и так пока я тут с вами болтаю я уже положила сюда и ягодки шиповника и ветки осталось это придавить камушка используя для этой цели кирпич для чего я это делаю ну во первых в основном для того чтобы корзинка у меня не улетела от ветра зима впереди длинная может же быть ветер вот посмотрите мне кажется сочетание плетеной корзины красных ягод и зеленые елки уже само по себе праздник согласитесь я сейчас точно также украшу остальные корзинки решила поставить углом мне кажется так получается лучше сейчас украсим также точно остальные корзинки а потом добавим немножечко каких-то елочных таких традиционных украшений но для придания уже новогоднего шарма наши посмотрите я практически закончила сделала почти все три корзинки вот мне чуть-чуть осталось добавить шиповника и согласитесь мне конечно очень повезло что у нас тут рядом растет такой великолепный крупный шиповник кстати мне действительно удивительно кто-то в комментариях написал почему вы не съели птицы не знаю раз это у нас недалеко от дороги так получилось что такие заросли там природно распространились и наверное это одичавшая роза это знаете такой розовый шиповник такими крупными розовыми цветами он цветет летом вот и на мороз и он прям выглядит янтарного цвета вместо такого шиповника вы можете использовать или искусственные бывают продаются красного цвета такие ягоды шарики или рябину если она у вас есть калину не очень хорошо она все-таки слишком влажная я в позапрошенном году пробовала и калина она если потепление происходит она постепенно чернеет и скапывает а вот такой крупный шиповник будет реально держаться всю зиму звук такой был у соседей снег с крыши съехал представляете вот ну в общем сейчас я заканчиваю вот этот шиповник и добавим сюда какой-то какие-то может быть или елочные игрушки или какие-то еще украшения вот на мой взгляд вы знаете в таких природных композициях не нужно чтобы было много декора и старайтесь соблюдать цветность то есть делайте новогодний елочный декор в двух или в трех цветах ну например как в моем случае это красный зеленый и белый либо серебристый да ну белый и серебристый это практически одно и то же тогда не будет ощущение перебора композиция будет смотреться лаконично и в то же время празднично потому что мы знаем что традиционные рождественские цвета это зеленые красные они как правило сами по себе уже создают рождественское настроение ну так традиционно у всех повелось этапом у нас по плану украшение вот этого места крыльца где вьется виноград и ну так как на винограде нету ни плодов ни листьев то хочется как-то его тоже разукрасить чтобы крыльцо смотрелось симпатичней тем более в будущем я планирую повесить сюда такой свисающую гирлянду которая ко мне еще не приехала мы нашли в лесу вот такую ветку березовую видите с ветками с отростками и сейчас повесим ее сверху под козырьком крыльца предварительно я обмотаю ее блестящий мишурой и отсюда на нитках спустим новогодний декор на всякие шарики снежинки и так далее сейчас в общем вот этим будем заниматься продолжаем наше украшательство пока я тут работала моя веселая собака раздербанила всю катушку в общем собака собака ты очень веселая саду а тебе очень интересно что тут происходит да конечно нужно во всем поучаствовать это еще кота нету так ну что значит идея такая привязываем эту веревку я думаю что ей можно даже вот так вот частично обвить будет красиво и веревка у меня синтетическое используется специально на на обычно для цветочного декора но в принципе могут быть даже и атласные ленты очень красиво какая-то льняная веревка вот она крепко держит и с помощью крючков зацепим вот там видите наверху у нас металлическая такая штучка вот на нее можно сверху прицепить ветку прицепили вот она наверху отлично смотрится теперь обрежу то что здесь слишком длинная свисает и нам не пригодится далее хочу взять белую краску и немножко прокрасить ветку придав ей такой более снежный вид у меня обычная краска для окраски внутренних помещений но сначала я повешу шарики вот ведь я под них уже сразу выпустила нити на которые я под пред прикреплю сейчас новогодние шарики и декор вот и потом прокрашу ветку для того чтобы не испачкаться этой краской в общем я умышленно красить собираюсь уже именно на висящей ветке потому что ее так понятно с какого ракурса нужно ее прокрашивать для композиции добавлю вот такие чуть золотистые шарики и закреплять их будут тоже вот такой проволочкой которая очень удобно для новогоднего декора ведь она гнется при этом пушистая и прямо ею можно привинчивать шарики к веткам чтобы они там хорошо держались и никуда не делись шарики они однотонные просто блестящие и очень лаконично будут смотреться в нашей композиции сейчас я их вот так буду прикреплять также фиг фикс прайсе я приобрела такие новогодние снежинки здесь их упаковки 14 штук и точно не помню сколько они стоили но очень дешево они как войлочные имеют вот здесь самоклейку повешу их на окно бани с этой стороны поскольку здесь видите сверху козырек и дождь сюда не проникает и снег и при этом они на мой взгляд украсят и продать придадут праздничный вид окну со снежинками заканчиваю по моему получилось очень здорово я закончила создавать композицию на лестнице мне кажется получилось очень органично и красиво я добавила еще ветки с шишечками и маленькие красные шарики которые тоже приобрела набором фикс прайсе вот так смотрится моя композиция издалека и мне осталось украсить еще ветку которая повесила на крыльце ну напишите в комментариях как вам понравилась эта идея декор лестницы я думаю что когда пойдет снег и еще мою лестничку присыпет снежком будет вообще замечательно и снежинки на окне очень в тему правда еще нужно будет мне вот эту елочку украсить и будет вообще замечательно украсить елку сказано сделано я украсила елку тоже в красной гамме красный зеленый серебристый верхушка у меня на них красненькая засияла расцвели красные цветы цветы из плотной ткани конечно если сильно потеплеет и пойдут дожди их нужно будет убрать а так вообще эти цветы я уже много лет использую дома в москве я наряжала ими уже много лет наряжаю ими елку также у меня тут гранаты это я в прошлом году их фикс прайсе покупала но не как внутри как пенопластовые покрашенные тоже видите с таким крепежом красные сердечки матовые и глянцевые мне кажется что на живой елке не должно быть много игрушек поэтому украсила я ее достаточно лаконично напишите в комментариях как на ваш взгляд нужно добавить на елку все игрушек или нет и и из этого же места из фикс прайса у меня вот такие вот бусы серебристые и красные мне кажется что получилось елочка очень симпатичная вот с этого ракурса ее видно намного лучше ну вообще могу вам сказать конечно очень приятно украшать живую настоящую елочку которая растет у тебя около дома растет на твоих глазах я планирую и формировать обрезать ее уже в этом году обрезала чтобы она выросла более пушистый вот надо поправить кстати вот эту гирлянду с этого ракурса мне было не видно что она немножко криво висит некрасиво да давайте мы вот более так нарядно ее повесим мне кажется что получилось здорово на следующий год эта елочка подрастет еще чуть побольше многие пишут в комментариях что нельзя около дома сажать елку но пока она еще не такая высокая пока она растет и радует нас я считаю что пусть растет главное что нам приятно на нее любоваться ну вот происходит преображение моего крыльца вернее моей бани тоже темнеет включился цвет меня стала я подвешивать игрушки еще и на мою композицию на крыльце в бане но тоже стараюсь чтобы было не очень много и хочу вам показать смотрите какие красивые бабочки тоже секс прайса они как пластиковые такие перламутровые очень нарядно смотрятся правда и сочетаются со всем конечно когда я сюда повешиваю светящуюся гирлянду композиция будет совсем закончена так что в ближайшие дни ждите выпуска об этом на моем канале все все что я хотела сегодня я сделала таким образом теперь выглядит мое крыльцо бани повесила и шарики добавила сюда еще тоже еловых веток оставшихся ну осталось только сделать гирлянду светящуюся и и всего но новогоднее настроение у меня уже есть мне кажется получилось прекрасно сейчас уже весь застемнело завтра я докрашу ветки вот эти толстые белой краской некоторые из них ведь обмотала этой же проволокой в общем мне кажется я довольна сформулируем так я довольна результат ну что мои дорогие на сегодня мое декорирование двора закончено еще мне осталось в ближайшие дни украсить можжевельник который у нас растет у дома вот он за мной украсить остальные ящики под окнами ну так и развесить конечно гирлянды которые я очень и очень жду от всей души желаю вам наступающего новогоднего настроения создавайте культивируйте его себе сами у себя и у своих близких покупайте подарки пишите мне какие-то полезные советы делитесь идеями и если вы подхватите мою идею новогоднего декора с помощью поленьев присылайте мне в соцсетях фотографии мне будет очень очень приятно и в одном из выпусков может быть я сделаю такой калаш из ваших и своих фотографий и поделимся тем как мы вместе с вами приближаем прекрасный праздник новый год с вами была таша муляр пока пока до новых встреч на моем канале новогоднего настроения а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok